Всем большой привет! И сегодня у меня распаковка. Мы с вами находимся на моей кухне и место для съемки я выбрала не случайно. Ко мне приехала посылка от компании 4 сезона. Давайте же немножко о ней поговорим. Итак, компания 4 сезона выпускает замороженную продукцию. Это ягоды, овощи, фрукты и готовые блюда. Откровенно говоря, я не раз прибегала к помощи этой компании, приобретая их продукцию. И по качеству, что овощи, что фрукты, что ягоды, мне очень понравились. Всегда ягодка к ягодке. Что касается готовых блюд, конечно же, я их и раньше покупала. Даже появились свои фавориты и любимцы. И вы знаете, все-таки согласитесь, иногда не хватает времени, чтобы приготовить ужин. Но хочется что-то необычного и вкусненького, тогда на помощь приходят, конечно же, готовые блюда от компании 4 сезона. Я безумно счастлива, что мне предоставилась возможность познакомиться с продукцией этой компании еще ближе. Я очень надеюсь, что мне все понравится. Кстати, посылку мне привезли на огромной фуре в холодильнике. Со мной созвонился водитель и, как говорится, отдал из рук в руки, именно доставая коробку из морозильной камеры. Так что я уверена, что моя продукция пришла абсолютно замороженная и не подвергалась ранее разморозке. Для удобства видео коробочку я вскрыла. Для удобства, чтобы не затягивать видео, я имею в виду, коробочку я вскрыла. Ну, давайте же смотреть, что ко мне приехало, что же я заказала. Да, друзья мои, компания разрешила мне выбрать из предложенного ассортимента то, что мне понравилось. Пододвинула я коробку ближе к камере, чтобы вместе с вами посмотреть, как упакован мой заказ. Кстати, в заказе у меня исключительно только готовые блюда. Ну, что ж, давайте разглядывать. Все выглядит очень хорошо и очень аккуратно разложено. Ну, что ж, давайте рассматривать. Первое блюдо у меня идет индийское. Это цыпленок карри, оригинальный пряный соус карри. Кстати, каждое блюдо рассчитано на две порции. Латиноамериканское блюдо – это цыпленок по-мексикански. Умеренно острый томатный соус. Очень все аппетитно выглядит. Мой любимец – это франция, шампиньон де пари. Французское блюдо с грибами. Очень-очень вкусно, друзья мои. Если не пробовали, однозначно советую вам попробовать. Абсолютная новиночка для меня – это свинина по-тирольски. Австрийское блюдо. Я думаю, что вам видно, что даже лед здесь у меня лежит на пакете. Друзья мои, продукция абсолютно заморожена. Итак, возвращаемся к свинине. В составе натуральная свинина и лесные грибы. Безумно интересно будет попробовать. Еще один мой любимец – это Италия Примаверде. Итальянское блюдо с сыром и шпинатом. Также мой любимец – это швейцарское блюдо с сыром, фондю и менталь. Потрясающий вкус, друзья мои. Просто обожаю. Также абсолютная новинка для меня – это армянское блюдо басбаш. Я очень надеюсь, что я произношу правильно. Если нет, поправьте меня. В составе натуральная баранина и пряности. Обожаю баранина. Интересно, какая она здесь. Традиционное южно-китайское блюдо «Курочка по-пекински». Кстати, никогда не пробовала, друзья мои, ну, скажем так, оригинальную версию этого блюда. Также новинка для меня – это японское блюдо «Якисоба». В составе натуральная свинина и оригинальный соус. И последнее, что было в моем заказе – это среднеазиатское блюдо «Лагман». В составе натуральная баранина и специи. Безумно интересно, безумно аппетитно. И я очень надеюсь, что это будет еще и очень-очень вкусно. Но это еще не все, что лежало в моей коробочке, друзья мои. Посмотрите, какая милота. Ко мне приехала сумка-холодильник. Очень здорово на самом деле, потому что в подобном нюансе я точно нуждаюсь. Согласитесь, с собой на природу взять что-то прохладное, что-то холодное, быстро портящееся, и положить в эту сумку – ну, это просто очень-очень круто. Спасибо огромное, компания. Ну что ж, мои хорошие, весь заказ я вам показала. Конечно же, мы будем с вами и готовить все эти блюда. Буду я снимать маленькие ролики. Мы будем с вами смотреть состав этого продукта, как он выглядит в замороженном виде, ну и, собственно говоря, как же это блюдо выглядит уже в приготовленном виде. Так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной и дальше. Готовим индийское блюдо – цыпленок карри. Время приготовления 8 минут. Данная упаковка рассчитана на 2 порции. Внутри – оригинальный пряный соус карри. Итак, вес упаковки 600 грамм. И давайте посмотрим, что же в составе. А в составе рис, приготовленный, сладкий перец, зерна кукурузы, зеленый горошек, растительное масло, филе грудки цыпленка, цукини, ананас, изюм, вода пряности, специи, соль. Приготавливать можно двумя способами. Либо на сковороде, либо же в СВЧ-печи. Я буду готовить на сковороде. Итак, способ приготовления. Не размораживая, без добавления масла или жира, насыпать продукт на разогретую сковороду достаточной вместимости. Готовить желательно при закрытой крышке на среднем огне около 80 минут. Во время приготовления периодически перемешивать. Ну что ж, давайте, наверное, сейчас я вскрою упаковку, высыплю содержимое в сковороду. И мы с вами посмотрим, как же выглядит все это. Вся эта красота, это индийское блюдо еще в неприготовленном виде. Вот так выглядит блюдо еще в замороженном виде. Наблюдаю здесь рис, овощи и, естественно, кусочки курочки. Все, как заявляет производитель. Аромат, конечно, просто невероятный, насыщенный карри. Ну что ж, я начинаю приготовление. Ну а результаты я вам обязательно покажу. Так что оставайтесь вместе со мной. Вот так выглядит блюдо уже в приготовленном виде. На мой взгляд, оно получилось довольно-таки красивым. А самое главное, по аромату очень аппетитным. Естественно, я его уже попробовала, друзья мои. И мне вкус очень понравился, несмотря на то, что я не являюсь большим поклонником карри. Что могу сказать? Чувствуется сладинка от изюма. Чувствуется слегка островатая нота, но она не ярко выраженная. Поэтому, если вы не являетесь ярым поклонником жгучей, острой еды, друзья мои, это блюдо вам понравится. Аромат, конечно, просто бесподобный. И я думаю, что сейчас мы с огромным удовольствием скушаем этого цыпленка карри. Ну что ж, мои хорошие, я очень надеюсь, что вам со мной было интересно и познавательно. Ну а мы, в свою очередь, пошли ужинать. Всем, кто кушает, приятного аппетита и до новых встреч! Всем большой привет! Сегодня мы с вами готовим японское блюдо якисоба. Время приготовления 10 минут. Данная упаковка рассчитана на две порции. В составе натуральная свинина и оригинальный соус. Давайте знакомиться с составом. Итак, вес упаковки 600 грамм. И в составе макароны, приготовленные грибы, шитаки, сладкий перец, лук, соевый и устричный соусы. Обожаю их просто. Семена кунжута, сахар, пряности, специи. Свинина бескостная, зеленая стручковая фасоль, морковь, растительное масло. Итак, приготовить данное блюдо можно двумя способами. Либо на сковороде, либо в свече печи. Я буду готовить на сковороде. Итак, не размораживая, без добавления масла или жира высыпать продукт на разогретую сковороду достаточной вместимости. Готовить желательно при закрытой крышке на среднем огне около 10-12 минут. Во время приготовления периодически перемешивать. Ну что ж, безумно интересно, друзья мои. Давайте сейчас я вскрою упаковку, высыплю содержимое в сковороду и обязательно все вам покажу. Вот так выглядит блюдо в замороженном виде. На мой взгляд, уже очень-очень аппетитно. Аромат, друзья мои, просто бесподобный. Мой любимый соевый соус, устричный соус. Ну что ж, давайте скорее готовить. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Но я обязательно вам покажу, как выглядит это блюдо уже в приготовленном виде. Вот так выглядит блюдо уже в приготовленном виде. И я вам могу сказать, что якисоба вошла в список моих любимцев от компании 4 сезона. Это очень сочное блюдо. Оно действительно достаточно пряное. Чувствуется легкая остринка, едва-едва ощутимая. Чувствуется сладковатая нота. И чувствуется мои любимые соусы. Соевый и устричный. Мясо получилось мягким. И оно действительно очень здорово пропитано различными приправами и пряностями. Друзья мои, действительно, это полный восторг. Повторюсь, это очень и очень вкусно. Поэтому смело могу его вам порекомендовать к приобретению. Ну и, собственно говоря, попробовать, если вы не пробовали, как и я раньше. Ну что ж, мои хорошие, наверное, на этом я буду с вами прощаться. Тороплюсь быстрее приступить к трапезе. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Я очень надеюсь, что вам со мной было интересно и познавательно. И до новых встреч. Всем большой привет. И сегодня мы с вами отправляемся во Францию. Так как будем готовить французское блюдо с грибами шампиньон де Пари. Друзья мои, это мой любимец и фаворит. Один из у компании 4 сезона. Итак, время приготовления 10-12 минут. Упаковка рассчитана на две порции. И давайте ознакомимся с составом данного блюда. В составе картофель приготовленный, шампиньоны, филе грудки цыпленка, вода, зеленая стручковая фасоль, томаты, лук репчатый, растительное масло, сухое молоко обезжиренное, пряности, специи, соль поваренная, натуральные ароматизаторы. Приготовить данное блюдо можно двумя способами. На сковороде, либо же в СВЧ печи. Я буду готовить на сковороде. Итак, не размораживая, без добавления масла или жира на разогретую сковороду, достаточной вместимости высыпать содержимое упаковки. Готовить 10-12 минут на среднем огне, желательно при закрытой крышке, периодически перемешивая. Ну что ж, друзья мои, я с большим удовольствием сейчас вскрою упаковку, пересыплю содержимое в сковороду и все вам обязательно покажу. Вот так выглядит блюдо еще в замороженном виде. Вижу грибы, стручковую фасоль, томаты, картофель и куриную грудку. Ну что ж, начинаю приготовление и обязательно покажу вам результат. Вот так вот выглядит блюдо уже в приготовленном виде и это мой любимец шампиньон де пари. Блюдо имеет очень яркий, насыщенный сливочно-грибной вкус. Это самая настоящая нежнятина. Друзья мои, если вы являетесь поклонником этой истории, это блюдо вам точно понравится. Аромат стоит на всю кухню просто невероятный и очень сильно возбуждает аппетит. Наверное, в свою очередь я буду с вами прощаться, потому что очень хочется уже приступить к трапезе. Я очень надеюсь, что вам со мной было интересно и познавательно. Всем огромное спасибо за просмотр. Кто кушает, приятного аппетита и до новых встреч! Всем большой привет! И сегодня мы с вами будем готовить армянское блюдо басбаш. В пакете две порции в составе натуральная баранина и пряности. Во время приготовления 12 минут. И по традиции давайте смотреть вес и состав данного блюда. Вес упаковки 600 грамм и в составе картофель, томаты, зеленая стручковая фасоль, бамия, лук, вода, пряности, специи, сахар, соль, мякоть, баранины, сладкий перец, баклажаны и растительное масло. Приготовить это блюдо можно на сковороде, либо же в СВЧ-печи. По традиции я буду готовить его на сковороде. Ну что ж, давайте с вами встроим упаковку и посмотрим, как это блюдо выглядит еще в замороженном виде. Вот так выглядит блюдо еще в замороженном виде. И я вам могу сказать, что мне оно уже очень нравится. Вижу бамию, томаты, стручковую фасоль, безусловно, баранина, болгарский перец и картофель. Сразу хочу сказать, что никакого специфического запаха баранины я не ощущаю. Пахнет очень приятно. Напоминаю, готовлю я без добавления какого-либо жира. Об этом нам прописывает производитель на упаковке под закрытой крышкой. Мне нужно готовить 12 минут. Если вам интересно, то оставайтесь со мной и дальше покажу, как выглядит это блюдо уже в приготовленном виде. Базбаш готов. И я могу вам сказать честно, что это не только очень красивое блюдо, оно еще очень и очень вкусное. Чувствуются различные пряности, травы, также легкая остринка, но абсолютно без перебора. Все в меру. От себя хочу сказать производителю, если бы вы добавили мяса побольше, было бы просто шикарно. Друзья мои, мясо отличного качества, без постороннего запаха, очень мягкое, сочное. И вы знаете, настолько оно здорово пропитано маринадом. В общем, друзья мои, это безумно вкусно. Я с большим удовольствием с вами сейчас прощаюсь, так как мне очень хочется поскорее приступить к ужину. Всем спасибо огромное за внимание и просмотр. И до новых встреч. Всем большой привет и сегодня мы с вами отправляемся в Австрию, так как я буду готовить свинину по-тирольски. Итак, в упаковке две порции в составе натуральная свинина и лесные грибы. 10 минут, время готовности. И по традиции давайте смотреть, что же в составе данного блюда. В составе идут макароны, приготовленные грибы лесные, маслята, очень интересно. Лук, сухое молоко, свинина бескостная, томаты, растительное масло, вода, специи, соль, натуральные ароматизаторы. Итак, приготовить данное блюдо можно как на сковороде, так и в СВЧ печи. Я буду готовить на сковороде. Итак, не размораживая, без добавления масла или жира, высыпать продукт на разогретую сковороду в достаточной вместительности. Готовить желательно при закрытой крышке на среднем огне около 10-12 минут. Во время приготовления периодически перемешивать. Все буду делать так, как нам рекомендуют производители. Ну что ж, визуально на картинке это выглядит довольно-таки аппетитно. Давайте же с вами посмотрим, как выглядит данное блюдо еще в замороженном виде. Вот так выглядит блюдо еще в замороженном виде. И я вам могу сказать, что аромат просто потрясающий. Чувствуется, что грибы здесь действительно есть. Готовить будут так, как нам рекомендует производитель. И потом, конечно же, покажу вам, что у меня получилось и расскажу вам о вкусе. Так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной и дальше. Свинина по-тирольски готова. И я вам могу сказать, что это очень вкусно. Чувствуется насыщенный вкус грибов. Здесь их достаточно много, как и мясо. Это я также хочу отметить. Очень понравилось, очень вкусно. Не терпится приступить к трапезе. Тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну а я с вами прощаюсь, но ненадолго. До новых встреч! Всем огромный привет! И сегодня у нас кулинарное путешествие по Латинской Америке. Так как готовить я буду цыпленка по-мексикански. Итак, упаковка рассчитана на две порции. Умеренно острый томатный соус внутри. Время приготовления 10 минут. И давайте посмотрим, что же в составе этого блюда. Вес упаковки 600 грамм. Итак, в составе у нас с вами картофель приготовленный, красная фасоль, зерна кукурузы, лук, растительное масло, филе грудки цыпленка, зеленая стручковая фасоль, сладкий перец, томатная паста, вода, пряности, сахар, соль. Приготовить данное блюдо можно как на сковороде, так и в СВЧ печи. Я буду готовить, как обычно, на сковороде. Давайте же прочитаем, как это сделать. Не размораживая, без добавления масла или жира, простите, не видно, засыпать продукт, разогретую сковороду, достаточной вместительности. Готовить желательно при закрытой крышке на среднем огне около 10-12 минут. Во время приготовления периодически перемешивать. Буду все делать, как нам советует производитель. Ну и, собственно говоря, давайте же посмотрим, как выглядит это блюдо еще в замороженном виде. Ну, посмотрите, какое оно красивое. Какие здесь яркие краски. Что касается аромата, он просто восхитительный. Друзья мои, это что-то новое, абсолютно мне неведомое. Да, чувствуются какие-то пряности, которые раньше мне знакомы не были. Ну что ж, с большим удовольствием начинаю приготовление и обязательно вам покажу, что же у меня получилось. Вот такое яркое и красочное блюдо у меня сегодня получилось к ужину. Латиноамериканское блюдо цыпленок по-мексикански. Аромат, конечно, просто бесподобный. Чувствуются интересные приправы. По поводу остроты данного блюда, я могу сказать, что она здесь настолько мягкая, и практически ее здесь не чувствуется. Поэтому, если вдруг вас останавливало от покупки то, что здесь содержится умеренно острый соус, друзья мои, поверьте, это не так. Остринка здесь, может быть, и присутствует, но она достаточно, повторюсь, мягкая. Я с большим удовольствием приступаю к трапезе, друзья мои. Всем, кто кушает, приятного аппетита. И, конечно же, я с вами надолго не прощаюсь. До новых встреч. Друзья, всем огромный привет. И сегодня наше кулинарное путешествие будет по Китаю, так как готовить мы с вами будем традиционное южно-китайское блюдо курочка по-пекински. Скажем так, это аналог блюда знаменитого кулинарного шедевра, как утка по-пекински. По словам многих, это просто невероятно вкусно. К сожалению, я это блюдо не пробовала, но с большим удовольствием попробую вот такой аналог, насколько я понимаю. Итак, здесь у нас упаковка рассчитана на две порции. Время приготовления 8-10 минут. Давайте с вами смотреть состав этого блюда. Кстати, вес упаковки 600 грамм. И в составе у нас рис приготовленный, рис, вода, каркума, филе, грудки, цыпленка, морковь, черный, китайский гриб, очень его люблю. Проростки Маша, бамбук, зеленый, горошек, вода, растительное масло, пряности, специи, соль поваренная, натуральные ароматизаторы. Все входящие в продукт компоненты животного происхождения прошли термическую обработку до полной готовности. Ну, это очень здорово. Как можно готовить это блюдо? Конечно же, как всегда, либо на сковороде, либо в СВЧ-печи. Я, как всегда, буду готовить на сковороде. Итак, высыпать, не размораживая, без добавления масла или жира на разогретую сковороду достаточной вместимости. Готовить 8-10 минут на среднем огне, желательно при закрытой крышке, периодически помешивая. Ну что ж, буду следовать рекомендациям производителя. Ну, а теперь давайте я открою упаковку, и мы посмотрим с вами, как выглядит это блюдо еще в замороженном виде. Вот так уже вполне аппетитно выглядит блюдо еще в замороженном виде. Вижу заявленные ингредиенты, вижу мясо. Вы знаете, на самом деле мне все уже очень-очень нравится. Конечно же, я начинаю приготовление. Если вам интересно, оставайтесь со мной и дальше. Очень мне хочется вам показать это блюдо уже в приготовленном виде. И, собственно говоря, рассказать вам о его вкусе. Так что скоро мы с вами встретимся. Вот такое вот яркое и красочное блюдо у меня сегодня получилось к ужину. Согласитесь, выглядит очень аппетитно. Во вкусе отчетливо лидирует каркума. Это безусловно. Также чувствуется мой любимый черно-китайский гриб. Вы знаете, на самом деле я очень люблю сочетание различных круп с овощами. Мне кажется, что это вкусно, полезно и сытно. Но возвращаемся к данному блюду. Вы знаете, небольшую ложку дегтя все-таки я хочу внести. Мне хотелось бы видеть здесь больше мяса. Да, друзья мои, мясо, конечно, пожалели. Но в целом, я еще раз повторюсь, по вкусу мне это блюдо очень понравилось. Ну что ж, мои хорошие, те, кто кушает, приятного аппетита. Ну, а я с большим удовольствием отправляюсь ужинать. Не буду с вами надолго прощаться. Обязательно скоро встретимся. Всем большой привет. И сегодня мы с вами отправляемся в Швейцарию. Так как готовить я буду швейцарское блюдо с сыром, фондю и менталь. Сразу хочу сказать, что это мой любимец, это мой фаворит. Обожаю это блюдо. Итак, упаковка рассчитана на две порции. Время приготовления 10-12 минут. И давайте знакомиться, что же в составе этой упаковки, вес которой 600 грамм. Макароны приготовленные, шампиньоны, филе грудки цыпленка, брокколи, тертый сыр, растительное масло, лук репчатый, сухое молоко обезжиренное, пряности, специи, соль поваренная. Приготовить можно двумя способами, как обычно, либо на сковороде, либо в СВЧ-печи. Давайте я вам покажу, как приготовить на сковороде. Не буду зачитывать в этот раз. И как можно приготовить в СВЧ-печи. У меня все как обычно. Моя любимая сковородка мне придет в помощь. Ну что ж, давайте сейчас я открою упаковку и покажу вам, как данное блюдо выглядит еще в замороженном виде. Вот так выглядит блюдо еще в замороженном виде. И я вам могу сказать, что мне все очень и очень нравится. Ну что ж, я начинаю приготовление и обязательно потом вам покажу уже получившееся блюдо. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной и дальше. Ну что ж, швейцарское блюдо фондю и менталь готово. Посмотрите, какой красавчик. Друзья мои, повторюсь, это мой любимец. Это мой фаворит. За что я люблю данное блюдо? Потому что это очень сливочно, это очень сырно и очень-очень вкусно. Здесь всего абсолютно в меру. В меру макарон, в меру мяса, грибов и брокколи. Друзья мои, просто соотношение идеальное. Ну что ж, всем, кто кушает, приятного аппетита. А мне уже не терпится приступить к трапезе, поэтому буду с вами прощаться. Но обещаю, что мы встретимся очень и очень скоро. Всем пока-пока. Друзья, всем огромный привет. Продолжаем наше кулинарное путешествие по кухне мира вместе с компанией 4 сезона. К сожалению, это, на мой взгляд, классное мероприятие. Подходит к своему логическому совершению, так как в запасе у меня осталось всего лишь два блюда. И я решила их сегодня вместе с вами приготовить. Итак, нас ждет с вами путешествие в Среднюю Азию и в Италию. Ну, а теперь давайте обо всем по порядку. И начать я решила со среднеазиатского блюда лагман. Итак, в составе натуральная баранина и специи. Время готовности 10 минут. И упаковка рассчитана на две порции. Давайте посмотрим, что написано на обороте упаковки. Вес ее 600 грамм. И давайте посмотрим, что же находится в составе. Макароны приготовленные. Сладкий перец, морковь, лук, растительное масло, мякоть баранины, картофель, редька, томатная паста, вода, пряности, сахар, соль. Приготовить можно в СВЧ-печи, либо же на сковороде. Я, как обычно, буду готовить на сковородке. Не размораживая, без добавления масла или жира, высыпать продукт на разогретую сковороду достаточной вместительности. Готовить желательно при закрытой крышке на среднем огне около 10-12 минут. Во время приготовления периодически перемешивать. Ну что ж, я с огромным удовольствием сейчас начну приготовление. По традиции покажу вам, как это блюдо выглядит еще в замороженном виде. И да, забыла сказать, конечно же, я знакома с лагманом. Я кушала его раньше, я его безумно люблю, мне безумно интересно, какая же баранина будет представлена здесь. Ну что ж, вскрываю упаковку, пересыпаю в сковороду и смотрим, что же там внутри. Ну посмотрите, какая это красота! И я вижу, что здесь баранины достаточно большое количество, что не может меня не радовать, потому что я ее очень и очень сильно люблю. Аромат очень приятный. Я начинаю приготовление. И, конечно же, потом я вам обязательно покажу, что же у меня получилось. Оставайтесь со мной. Пока лагман готовится, боже, как здорово это говорит, что блюдо готовится самостоятельно. Нужно всего лишь подходить и его перемешивать с небольшой периодичностью. Рай для ушей. Так вот, друзья мои, пока лагман мой готовится, я с большим удовольствием хочу вас познакомить с итальянским блюдом с сыром и шпинатом. Время приготовления 10-12 минут. Упаковка рассчитана на две порции. И смотрим, что же написано на обороте упаковки. Ее вес 600 грамм. И в составе макароны приготовленные, филе грудки цыпленка, шпинат, кабачок, тертый сыр, томаты, лук репчатый, растительное масло, сухое молоко обезжиренное, специи, соль поваренная. Рекомендации по приготовлению блюда, аналогичные предыдущим продуктам, также приготовить можно как на сковороде, так и в СВЧ-печи. Я, не уступая своим традициям, буду готовить на сковороде с огромным удовольствием. Говоря откровенно, с этим блюдом я была знакома и ранее, и не раз приобретала в его сетевых магазинах. Ну что ж, давайте скрывать и смотреть, что там внутри. Вот так выглядит Примаверда еще в замороженном виде. Что я здесь вижу? Конечно же, я вижу курочку, овощи, пине, шпинат. И все это в потрясающем сливочном соусе. Друзья мои, с сыром. Вы даже не представляете, насколько это вкусно, но я-то знаю. Поэтому с большим удовольствием начинаю приготовить это блюдо. Кстати, лагман уже приготовился, а потом все вам обязательно покажу. Поэтому оставайтесь со мной. Блюда готовы. Лагман Примаверде. Ну а теперь давайте обо всем по порядку. Итак, лагман. На что я сразу хочу обратить ваше внимание. Лагман не должен быть сухим. Должен быть обязательно бульон или соус, как угодно. Здесь это присутствует. Что касается мяса. Его здесь достаточное количество. Баранина по вкусу просто наинежнейшая и наимягчайшая. Никакого неприятного запаха я абсолютно не слышу. Очень приятный аромат. Очень приятный вкус. Чувствуется восточные пряности. Все, как мне нравится. Я осталась безумно довольна. Что касается Примаверде. Ну, во-первых, на мой взгляд, это выглядит просто восхитительно. Очень красиво. Кто-то, может быть, скажет, наверное, здесь маловато мяса. И вы знаете, скорее всего, я с вами соглашусь. Но в этом блюде главное не мясо, а именно сливочно-сырный шпинатный соус, который обволакивает пене. Вот это здесь самое-самое вкусное. Я безумно уже хочу приступить к трапезе этого блюда, друзья мои. Потому что это действительно что-то невероятное. Помимо пене, помимо курицы, здесь присутствуют овощи, что делает это блюдо еще и полезным. Ну что ж, я очень довольна двумя приготовленными этими блюдами. Вот и закончилась моя вкусная история о путешествиях с компанией 4 сезона по кухне мира. И вы знаете, на самом деле мне даже становится немножко грустно. Для меня это было что-то новое и интересное. Я не раз упоминала в эпизодах, что и ранее покупала эту продукцию. Потому что первое – это быстро, второе – это удобно, а третье и самое главное – это вкусно. Не раз меня выручала эта компания своими готовыми блюдами. Более того, я еще раз напоминаю, что у компании представлены не только готовые блюда, но также есть овощи и фрукты. Это очень здорово. И поверьте, что касается овощей, что касается фруктов, они высочайшего качества. Ягод как ягодки, овощ к овощу. Ну а готовые блюда вы видели со мной. Готовила я вместе их с вами. Поэтому все было, как говорится, на ваших глазах. Я очень благодарна компании 4 сезона за предоставленную возможность познакомиться для себя с новыми продуктами, с новыми блюдами. Я очень благодарна вам за такое шикарное мероприятие, за такое классное путешествие. Я и моя семья, говорит вам огромное спасибо. Я осталась очень и очень довольна. Ну что ж, мои хорошие, наверное, на этом я буду с вами прощаться. Я очень надеюсь, что этот ролик был для вас как полезен, так и интересен. Всем огромное спасибо за внимание и просмотр. И всем пока-пока!